всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду наконец-таки взялся за съемку ролика о кумберленских колбасках напомню я вам уже показывал один рецептик вот в этом ролике но там была покупная брал ее у одного английского колбасника который очень давно уже живет в испании в наших краях и качеством мягко говоря был не удовлетворен решил таки приготовить вам такую кумберленскую колбаску которую есть приятно для начала немного стенаний у этой колбасы в англии очень незавидная участь сначала она получила широкое распространение а затем за дело взялись многочисленные бизнесмены а как сказано еще томасом даннингом нет такого преступления на который бы не пошел капитала за 300 процентов прибыли даже под страхом виселицы в результате к сегодняшнему дню от того классическую рецепту остались рожки до ножки вот видимо и местный англичанин тоже не избежал искушения и так что же такое классическая кумберленская колбаса во-первых это крупно рубленый свиной фарш во вторых длина не менее 50 сантиметров свернутая эдакой улиткой это сырая колбаса то есть продается в сыром виде и требует тепловой обработки перед употреблением это колбаса который содержит небольшое количество хлебных крошек они играют очень важную роль они впитывают тот жир и сок который выделяется из колбасы при тепловой обработке а что же вижу на прилавках попытках сэкономить фарш падает кроме собственно мяса большое количество всякой обрези шкурок хрящей и прочего что на вкусе как вы понимаете сказывается не лучшую сторону чтобы это безобразие замаскировать в крупных кусочках это легко различается фарш смельчают мелко чтобы еще больше сэкономить увеличивать процент содержания хлебных крошек да совсем уж неприличных величин короче надо бродила свои руки чтобы приготовить вкусную купленскую колбаску мне понадобятся свиной плечо или лопатка очень жирная свиная грудинка со снятой шкуркой хлебные крошки лук-порей черный перец соль сахар ледяная вода поехали мясо и сало надо обязательно подморозить до температуры минус 1 там 0 градусов мясо у меня порезано кусочками как раз для мясорубки я его примерно два часа назад пересыпал солью сахаром перцем перемешал и отправил опять холодильник и вот теперь можно приниматься за измельчение по-хорошему надо конечно рубить мясо вручную топориками но я воспользуюсь мясорубкой с крупной решеткой у меня диаметр от есть и 8 миллиметров фарш надо перемешать без фанатизма просто до более менее такого однородного состояния и отправить в холодильник хлебные крошки надо залить ледяной водой и перемешать как следует это же отправить холодильник примерно на час крошки которые вы используете надо брать как следует высушенные потому что если вы возьмете слегка влажные то придется корректировать количество воды добавляемый фарш а вот насколько я представление не имею перерыв продолжаем разговор лук варей надо пропустить через мясорубку а чтобы это было удобнее делать нарежу его кусочками и теперь сюда же хлебные крошки ведь как они впитали воду можно набивать колбаски я для них использую свиную череву замочил предварительно прохладной воде часа два уж как она вымачивается набивать буду колбасным шприцом обзор был если тот пропустил и кому-то интересно в уголочке в кружочке высвязательный знак тык мышкой и смотрите вот такая колбаска хранится на в холодильнике не больше двух суток в морозилку можно запихать и вообще там на года оставить по мере надобности достаем и не размораживая отправляем в духовку просто для чистоты эксперимента эту я запеку температура 200 градусов верхний и нижний жар время запекания 45 50 может быть 60 минут зависит от реальной температуры в духовке ждем да это самый примитивный способ приготовления такой колбасы более интересное показывал вот в этом ролике когда это досмотрите переключайтесь туда и там тоже глянете давайте уже пробовать но зато при таком способе можно оценить вкус самой колбасы они всех сопутствующих фентифлюшек смотрите консистенция какая вот она из крупных кусочков поэтому вся такая вот рассыпающийся внутри и и я думаю что своей популярностью она обязана тем что по сути по сути это котлетный фарш вкусные котлеты сохраненные в оболочке если вы просто котлету слепите с такого вашей будете обжаривать то то количество жира который содержится в фарше неизбежно будет вытапливаться и котлета будет суше чем колбаса приготовлен из такого фарша сами представляете да да если вы очень туго наберете колбасу то перед отправкой в духовку и он уже наколоть зубочисткой если не очень туго то наколоть зубочисткой не нужно больше сохранится соков ней так ну и дайте колбасу с горчицей это сладкая горчица попробуем так вот этот кусман у меня уже все картошечки приготовил за кадром и салатика набросал так значит сладкая горчица и кумберленская колбаска это вкусно это просто это относительно быстро вы видели так что смело могу рекомендовать картошечки красота так что берите рецептное вооружение пробуйте готовьте и приобщайтесь к английской кухне благо англичане в подавляющем лице своем приобщиться к этой кухне уже не могут спасибо крупным производителям колбас на этом позвольте с вами прощаться напоминаю что по промокоду фреска вы можете привести вроде приобрести можете и без промокода фреска нажать самор но с промокодом вы получите приятную скидку спасибо за компанию всем пока